Валерий Ковалевский, к нам присоединяется белорусский оппозиционный политик, руководитель агентства евроатлантического сотрудничества. Валерий, я приветствую вас в эфире Freedom. Добрый день, Каролина. Ну что же, всячески пытается Лукашенко все-таки создать такое ощущение, как будто бы он серьезно готов уже вот отбивать атаку, что уже на пороге буквально стоят враги. Непонятно, конечно, на каком пороге и какие враги, но вместе с тем создается такой, знаете ли, ажиотаж необходимости в защите. Возможно, это было бы логично, если бы речь шла о России, но здесь, я думаю, что немножко другая история. Как вы считаете, зачем это сегодня Лукашенко? Есть несколько причин, по которым Лукашенко пытается демонстрировать такую активность на границе с Украиной. Одна из них — это выборы, предстоящие выборы президентские в Беларуси. Примерно через полгода, от шести до восьми месяцев должны пройти эти выборы. И, конечно, Лукашенко рассчитывает на то, что он должен на этих выборах не просто победить, он должен заручиться, прежде всего, поддержкой России. То есть здесь он должен показать свою полезность для Путина. И через такую имитацию кипучей деятельности на границе с Украиной он хочет продемонстрировать, что он остается незаменимым для Путина, единственным союзником, на которого тот может по-настоящему положиться. Другая ситуация — это то, что нужно продолжать давление на Украину. И то, что такие учения проходят прямо на границе с Украиной, все-таки заставляет украинские власти обращать на это внимание, все-таки заставляет укреплять и оборону, и держать там войска, поскольку никто не будет рисковать тем, что в какой-то из моментов белорусские или российские, или те и другие силы одновременно могут вторгнуться на территорию Украины. К слову сказать, я сам родом из Толинского района, и по тем свидетельствам, которые я получал от людей, живущих там, это эти учения, о которых вы упомянули в самом начале, они вызвали совсем не энтузиазм и не патриотический подъем среди населения, а просто реальный ужас. Что-то подобное может происходить в наших населенных пунктах, в Столине, в деревнях. Все это подавляет просто людей, угнетает их настроение. То есть люди чувствуют, что каким-то образом эта беда может прийти и на белорусскую территорию. И здесь я бы затронул еще одно явление, которое мы наблюдаем уже в течение нескольких недель. Это то, что постоянно залетают в воздушное пространство Беларуси российские дроны. И это само по себе начинает разрушать этот нарратив, этот миф, который выстраивает Лукашенко о том, что Беларусь это мирное государство, мы не участвуем ни в каких конфликтах. И поэтому Лукашенко является именно тем человеком, который может гарантировать безопасность и обеспечивать независимость нашей страны. Так вот, подобные ситуации, как то такие учения, такие нарочитые, такие прямо в лицо людям, или залеты дронов, которые совершенно не контролируются на сегодняшний день ни Лукашенко, ни Путиным, они разрушают этот миф, они сеют сомнения среди людей о том, что на самом деле Беларусь не является частью этого конфликта, и что в какой-то из моментов война не может прийти на территорию Беларуси. Ну и еще один фактор, который следовало бы упомянуть, почему Лукашенко пытается вот этими вот активными действиями, точнее сказать, имитация кипучей деятельности на границе с Украиной, попытка показать россиянам, что он хотел бы отвлечь украинские вооруженные силы от ситуации в Курской области. Я бы даже назвал это Курским кризисом, поскольку, почему это важно для Беларуси. В 2020 году Путин пришел на помощь Лукашенко, тогда, когда начались протесты, и когда у Лукашенко на самом деле уже очень сильно качнулась ситуация, и он мог потерять власть. В то время российские власти заявили о своей полной поддержке Лукашенко, вплоть до того, что они готовы были послать подразделение Росгвардии для того, чтобы помочь ему справиться с протестами. И именно в тот момент белорусские элиты все-таки оценили этот жест, оценили и то, что у Лукашенко есть союзник, а также им не хотелось того, чтобы российские военные появились на территории Беларуси. Все-таки из двух альтернатив, Путин или Лукашенко, Лукашенко представляется для белорусских элит более приемлемым вариантом. Так вот, в 2020 году это сработало, это был важный фактор для того, чтобы Лукашенко удержался у власти. Но теперь, если говорить о курской ситуации, то мы видим, что Путин не способен разрешить этот кризис быстро и эффективно. И перед Лукашенко встает вопрос. В случае, если подобная ситуация сейчас создастся в Беларуси, возобновятся протесты или какой-нибудь другой формат кризиса возникнет на территории нашей страны, будет ли Путин в состоянии помочь ему так, как это было в 2020 году? И вот эта вот нервозность его, она, конечно, транслируется и в подобные действия. Ему не хотелось бы того, чтобы курский кризис развивался, чтобы Путин не мог быть в состоянии ответить на него. Поэтому это его такая форма поддержки Путина таким образом, какой для него на сегодняшний день доступен. Курский кризис действительно так даже фундаментально звучит вместе с тем, зачем этот спектакль разыгрывать для России? Неужели в Кремле не догадываются о реальных ресурсах Лукашенко на самом деле противостоять чему-либо? Не, знаете, о теоретических данных, о численности армии, о людях, которые якобы готовы воевать за режим Лукашенко, а как все обстоит на практике? Ведь знать об этом, это даже в интересах Кремля. И мне кажется, в Кремле должны понимать, что нет такой поддержки у Байтика для того, чтобы на самом деле отражать, что-то противостоять чему-то, что все, что может сейчас Лукашенко, это показательные выступления. На самом деле в Кремле были бы не против втянуть Беларусь еще глубже в эту войну. Здесь я все-таки отмечу, что Лукашенко участвует в войне против Украины, участвует самыми разными способами, в том числе через полное подключение военно-промышленного комплекса Беларуси, участие в внешнеполитических действиях Кремля, идеологически, в вопросах обороны, национальной безопасности, внешней политики. То есть на сегодняшний день Лукашенко полностью интегрирован в эту войну, кроме одного последнего шага. Это то, что белорусские вооруженные силы напрямую не участвуют в этом конфликте. И это происходит не потому, что Лукашенко мудрый и осмотрительный руководитель, для которого цены отношения с украинским народом, а потому, что белорусы на процентов 85 по опросам против такого участия. И это означает, что в случае начала боевых действий, подключения к ним белорусских вооруженных сил, белорусское общество с этим соглашаться не будет. И это может означать для него потерю власти вообще. А для Путина это может означать, что внутриполитические процессы или кризис в Беларуси может перекинуться в том числе и на территорию России. В 2020 году мы уже видели, как российское общество очень положительно отреагировало на белорусские протесты. Я думаю, что Путин для себя отметил эту особенность, эту связь. И он не хотел бы повторения таких сценариев. Конечно, у Лукашенко недостаточно сил для того, чтобы атаковать самостоятельно Украину. Но в то же время через такие действия, через продолжающиеся, я бы сказал, непрекращающиеся учения на границе с Украиной, у него есть возможность оказывать давление на вооруженные силы Украины. Даже если это и выглядит неправдоподобным сценарием вторжения с территории Беларуси вооруженных сил белорусских, тем не менее украинские власти предпринимают необходимые меры, в том числе и через концентрацию определенного количества войск на северной границе для того, чтобы не отпустить такого сценария. Поэтому определенная полезность в таких действиях Лукашенко для Кремля все-таки присутствует. В Беларуси пытаются замалчивать случаи, когда залетают на белорусскую территорию российские шахеды, хотя ранее в Минске обвиняли уже Киев в таком нарушении воздушного пространства. Как будто бы это произошло из-за украинских беспилотников и заявляли, что они создают угрозу Беларуси. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. После цитаты продолжим с вами обсуждение, Валерий. Когда к ним залетают российские шахеды, они просто заявляют, что проводят какую-то проверку или что были вынуждены сбивать беспилотники. И говорят об этих эпизодах только тогда, когда не могут их скрыть. Госпогранслужба вообще не отмечает каких-то действий со стороны Беларуси рядом с украинской границей, когда на белорусскую территорию залетают российские дроны. Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины в эфире марафона «Еды не новыны». Безусловно, мы понимаем, что есть контроль над информационным пространством внутри Беларуси. Но вместе с тем вся эта игра в факты, чьи беспилотники, кто несет угрозу и так далее. Как это отражается на белорусах в целом? Я имею в виду на восприятии ситуации. Насколько есть возможность все-таки осознавать, откуда эти беспилотники, кто на самом деле представляет угрозу. Ведь это также влияет на готовность или неготовность впрягаться за режимом в эту войну? Конечно, для белорусов такая информация из официальных источников практически недоступна. И мы, анализируя сообщения официальных органов, отмечаем, что эта информация, такие комментарии выходят или слишком запоздало, или вообще не выходят, или они очень сильно усечены. То есть непонятно, чьи это дроны, как так получилось и почему они долетели, например, до самой границы с Литвой. Конечно, для белорусов это крайне неприятные и крайне угрожающие признаки того, что война совсем рядом. Это плохо и с точки зрения обывателя, но это также ставит вопрос о том, Лукашенко вообще контролирует ситуацию в воздушном пространстве? Способен ли он обеспечить безопасность страны? Есть ли такие инструменты, которые предотвратят залет новых дронов? Однажды один из них может упасть на самом деле на какие-то жилые здания, может принести ущерб имуществу и могут пострадать люди от этого. И это будет полностью разрушать еще дальше тот миф, который поддерживает Лукашенко, что Беларусь это мирный островок в этом бушующем океане кризисов по всему региону. И что он единственный из живущих ныне, который способен эту стабильность удерживать, эту безопасность страны. Поэтому для Лукашенко это крайне неприятная ситуация, которую ему комментировать очень и очень сложно, поэтому предпочитает просто ее замалчивать. Также вот что хочу с вами обсудить. Интересное мнение в нашем эфире уже звучало. Между Россией и Беларусью идет борьба за небо. Путин и Лукашенко договорили, что Беларусь будет оказывать военную помощь России, но о российских дронах все-таки над Беларусью белорусский диктатор не договаривался, конечно, и теперь в достаточно таком неудобном положении. Это мнение высказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель антикризисного управления Павел Латушка. Вот после его цитаты обсудим с вами это тоже. Сейчас идет борьба за небо над Беларусью, борьба между Путиным и Лукашенко. Путин считает, что это территория, которую он может использовать в военных целях, а Лукашенко пытается доказать, что это все же его территория. Для Лукашенко существует такой нарратив, что он обеспечит мирное небо над страной. Войны нет, потому что есть Лукашенко. Однако войны нет, потому что белорусский народ ее не хочет. Лукашенко боится реакции белорусов. С другой стороны, он уже принес войну в Беларусь, обеспечив поддержку российской агрессии. Павел Латушка, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси в эфире 24 канала. С вами, Валерий, я хочу детальнее обсудить именно момент борьбы за белорусское небо. Насколько действительно это на сегодня и в ваших глазах выглядит именно так. Просто интересно, насколько в таком случае у Лукашенко есть хоть какие-то возможности сопротивления оказывать. Ведь мы помним даже на встречах Лукашенко и Путина, в каких позициях они сидели, как вел себя Лукашенко. И тогда точно складывалось ощущение, что Лукашенко абсолютно не может ничего сделать. И что он абсолютно всем желаниям следует, которые Путин озвучивает. И что вся его жизнь и вся его судьба зависит только от Кремля. Вот сейчас, в ситуации с небом, какие есть варианты у белорусского диктатора? Боюсь, что никакой борьбы за белорусское небо, за белорусское воздушное пространство не существует. Белорусское воздушное пространство давно превратилось в проходной двор для российской авиации, для российских ракет, теперь уже и для дронов. Все-таки помним также, что и на системном уровне Беларусь и Россия имеют единую систему ПВО, которая полностью контролирует воздушное пространство Беларуси в том числе. И с самого начала войны воздушное пространство Беларуси активно использовалось и военно-воздушными силами России, и больше 700 запусков ракет происходило с территории Беларуси, используя опять же воздушное пространство. То, что до этого момента, скажем, на определенный период было заморожено это использование, то это было ситуативно для того, чтобы ни в коем случае не привести к каким-то потрясениям внутри страны, но и также обеспечить статус Беларуси как такого важного инструмента для обхода западных санкций в отношении России. Поэтому оба диктатора Путина и Лукашенко приняли решение о том, что мы не будем сейчас рисковать такими действиями, нам нужно обеспечить импорт необходимых компонентов. ВПК Беларуси должно работать на войну России против Украины, но сейчас есть ситуация такая предкризисная. То, что я вижу из своего анализа, то, что происходит и на основном театре боевых действий, и то, что сейчас происходит в Курской области, россияне будут изо всех сил стараться не допустить того, чтобы Украина развивала вот эту положительную динамику на театре боевых действий для того, чтобы остановить ее любыми силами. Поэтому, если нужно будет, то Россия будет использовать воздушное пространство в Беларуси таким образом, как она посчитает нужным. Опять же, на сегодняшний день это проходной двор, и у Лукашенко нету никаких возможностей того, чтобы противодействовать этому. Опять же, накануне выборов 2025 года ему крайне важно показать Путину то, что он полезен, то, что он незаменим, и то, что нужно его поддержать в этой кампании. Валерий, благодарим вас за то, что вы присоединились к эфиру Freedom. Валерий Ковалевский был с нами на связи белорусский оппозиционный политик, руководитель агентства Евроатлантического сотрудничества. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова